Девушки отдыхают Что меня больше всего интересует в жизни Что? Почему меня назвали Ада? Остров Может, для того, чтобы чайка, находящаяся над берегом, не знающая, куда лететь Пришла бы к себе и обрела второе дыхание Вот бы все были как ты, с добрым сердцем Тогда в чем же была бы моя особенность, Ада? Ты проголодалась? Мастер, дай, пожалуйста, нам две котлеты В чем твоя проблема, девочка? Что ты хочешь от отца моего ребенка? Не переживай, Налян И ты И твой малыш И его отец Теперь сможете вздохнуть спокойно А вот и котлеты Спасибо Обе с луком Ну и пусть Я люблю с луком Я знаю, Ада Знаю То, что ты пьешь чай без сахара Больше всего любишь голубой цвет Что ты влюблена в море Все твои мечты Все, что связано с тобой, я знаю Очень вкусно Мы не можем приносить в пансион все, что находим на улицах Нельзя А Исуф так рассказывает, подумаешь На дороге пса нашел Его в дом привел Что рассказывает этот парень, дядя Хигмет С тех пор, как пришел, говорит Моей девочкой та головой ударилась Еще и он стоит над душой Бла-бла-бла Шукран Они же молодые, дитя мое Кто знает, может беседы идут на пользу твоей дочери Давай выйдем во двор Я закажу тебе чай, немного свежим воздухом подышим Шукран Фырад надежный парень Твоя дочь в доверенных руках, не бойся Пойдем Если всех нас начнут выгонять, что тогда будет? И еще он останется со мной в одной комнате Вы спросите сначала, хочу ли я делиться комнатой Ты ведь знаешь, моя комната важна для меня Блин Это Мерьем? Клянусь матерью, это Мерьем Тебе лучше Благодаря тебе Если бы не ты, неизвестно в каком состоянии я бы бродила по улицам У меня был сюрприз для тебя Правда, да? Но если это что-то очень дорогое, это уже ты решай Что делает этот рыжий ребенок? Дверь так открывает Держи Что это? Открой, посмотри Это банк вопросов для подготовки к университету за последние годы Большое спасибо Пока я побоялся того дальнобойщика, откуда взялся этот рыжий малыш? Знаешь Я Мерьем никому из вас не отдам Не отдам Сейчас, когда ты выпьешь это, тебе станет лучше Тут ведь рано, а у ТД аккуратней Что поделать, Исмаил? Я что ли побила тебя? Тебе уже лучше благодарить за это Вспомни, в каком ты был состоянии, когда пришел Погоди, хорошо, хорошо Я сейчас подую для тебя Готово Теперь ешь Потихоньку, потихоньку Когда хочешь, получается, верно? Да Ты не животное кормишь, а человека Исмаил, не говори так Откуда мне знать? Я не знала про Турану Сегодня я провела настолько сложный и плохой день Когда ты купила это для меня и стала самым счастливым человеком на земле Как я заплачу тебе за это все, Рюзгер? Что, блин, он делает? Клянусь, сейчас поцелует ее Ты всегда так улыбайся И еще занимайся с этими заданиями Я больше ничего не хочу Спасибо Дорогая, давай я понесу Нет, не нужно Хорошо Тогда доброго вечера Доброго вечера Эй, Мириум Все проживают свои истории, Юсуф Никто не может жить в чужой истории Ты в своей истории А, да, в своей Госпожа Сумру? Я уже очень давно Такой вкусной еды не ел Приятного аппетита Если не хватило, положу вам еще Нет-нет Я много поел и хлеба много съел Я... Куда вы несете тарелку? Я помою ее В этом доме Разве все не моют посуду за собой? Вот видишь Человек на улице живет Но настолько учтивый, чтобы мы за собой посуду после еды Вы что-то сказали, госпожа Сумру Ты в порядке? Да, да, вполне Хорошо Говорю, после еды Пойдем в больницу Чичек увидим И отведем твоего дедушку и маму Чичек на ужин Тетя Шепрян приехала Приехала, твой дедушка встретил ее Забрал ее с остановки автобусной и пришел Но бедная женщина захотела поехать сразу в больницу Материнское сердце, это вполне нормально Будет хорошо, госпожа Сумру Я тоже со вчерашнего дня не видел дедушку И познакомим с братом Джевдетом Хорошо, дорогой Хорошо, тогда я приготовлю еду, встану Девочка, что это за книги? Вышедшие вопросы и ответы Что это, Мирьем? Не Мирьем Меня зовут Ада Как же ты права Клянусь, прошу прощения Мой язык ведь привык Никак не забывает Конечно Стамбул сделал из тебя аду Верно, Мирьем? Ада Будь осторожней с Исмаилом Это твой дядя Всякие делишки проворачивает Так и знай Девочка, я говорю, потому что люблю тебя Смотри Это твой дядя И тебе и твоей невестке навредит Не говори, что не предупреждал Что здесь происходит, девочка? Исмаил Что, блин, произошло? Ты вернулся к заводским настройкам? Твои деньги закончились? Тебе-то что, Мустафа? Ты иди-ка на работу Что происходит, дочка? Этот подонок снова проявил невоспитанность Нет ничего, невестка Давай, дочка, заходи внутрь Давай Ей-богу, Мирьем Я тебе так схожу Потом не бейся головой об стену Мол, что я сделала? Вот так Вот так вот пойдешь обратно, как щенок, поджавший хвост Ада Что происходит? Ты теперь, отучившись, будешь ученой на нашу голову? Тебя Я больше в этом доме видеть не хочу, дядя Что? Ада Дочка, ты не вмешивайся, невестка Уходи, дядя Зачем ты находишься в доме, в чести которого сомневаешься? Деточка Ты послушай меня Послушай, ты не видела Когда он пришел, у него был жалкий вид Если бы ты знала, какие беды с ним приключились на улице Разве это не мой дом тоже? Куда мне уйти? Не знаю Иди куда хочешь Исмаил, постой Не уходи, Исмаил Так нельзя Ада Дочка Послушай, он твой дядя И мой муж на всю жизнь Ради меня Оставь Пусть останется А если скажешь нет Он обязательно уйдет На это я ничего сказать не смогу Это твое право Но, деточка Я тоже Не смогу бросить одного на улице человека За которым замужем столько лет Вместе с ним Уйду и я О mango Уйду Ого 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 Уфтаде, ты меня так сильно любишь. Конечно, люблю. Разве человек может не любить своего мужа? Но прошу, не дави больше на эту девочку. Ради меня. Дедушка, дочка, я подумала, что вы проголодались, принесла вам кое-что. Только лишние хлопоты для тебя, дорогая. Какие хлопоты могут быть? Спасибо. Кто эта девушка, дядя Хихмет? Или подруга Чичек с учебы? Нет, я не ее подруга с учебы. Мы с ней в одном доме живем. Я Налян. И ты? Шукрен, я ведь говорил тебе. Налян невеста Юсуфа. Вот это да. Какая красивая дочка, Налян. Она такая. Она такая. Я говорю не из-за того, что она мне невестка, но она замечательная. Замечательная. Дай бог достигнуть желаемого. Когда свадьба, дай бог. Я думаю, мы сделаем ее до рождения ребенка. Так ведь, дедушка? Ребенок. Твой внук станет отцом, не сочетавшись с браком, дядя Хихмет. Ладно, он поступил невежественно. А ты как принимаешь эту ситуацию? Как тебе это по душе? Я этого не поняла. Я посмотрю, как он. Они совсем стамбульцами стали. Господи, позаботься о моей чечек. Прошу, тетя Шукрен, я принес тебе воды. Спасибо, сынок. Сынок, я у тебя спрошу кое-что. Конечно, тетушка. Ну, говорит, стыдно, конечно. Вы в этом доме сколько человек живете? Ей-богу, тетя. Ни ты не спрашивай, ни я тебе не отвечу. Я схожу, посмотрю, как там дочка. Дедушка. Я прошу прощения. Я правда не хотела этого говорить. Слово «ребенок» вдруг вырвалось у меня. Прошу, не наклоняй голову вперед. Послушай, лучше всех тебя понимаю я. Они каждый день что говорят мне таким образом? Из-за того, что у меня будет незаконно рожденный ребенок, они прямо-таки превратили мою жизнь в ад. Ты не расстраивайся, прекрасная моя дочка. Не расстраивайся. Я не могу больше терпеть. И положения Юсуфа не очень хорошие. Я и ему докучать не хочу. Ты не беспокойся, дочка. Я это дело уложу. К тому же не теряй времени немедленно. Но я не хочу ставить вас в трудное положение. Если я доставлю вам неудобства в материальном плане, то я потерплю. Подожду, дедушка. Я же сказал тебе. Это дело уложу я. К тому же этим вечером. Дядя Хикмет! Дядя Хикмет! Заговорила. Чичек, заговорила. Проклятие. Вот и наш дом, брат. Ну как? Понравилась тебе наша жизнь? Разве можно не любить жизнь? Когда твоих любимых людей нет рядом, то как-то не особо любишь, брат. Знаешь, кто больше всего любит жизнь? И кто же? Те, кто до этого хоть раз умирали. Джевдит Ялчин! Ты куда? Я не очень люблю больницы. Я немного прогуляюсь здесь. Никуда не теряйся. Не потеряюсь. Слушай, я и салат положила рядом. Чтоб поели с удовольствием. Давай поедем как можно скорее, чтоб не остыло. Давай. Где тот человек? Он, оказывается, больницы не очень любит, поэтому ушел. Человек немного странный, не так ли? Поедем. Дорогая моя. Прекрасная девочка моя. Прекрасная моя дочка. Моя Чичек. Ты в порядке, дочка? Ты в порядке, дочка? Вы кто? Чичек? Меня зовут Чичек? Дядя Хигмет. Сказали ведь, что моя дочка поправилась. Сказали, что у нее ничего не осталось. Сейчас она даже имени своего не знает. Ты постой-ка, дочка, постой. Не паникуй. Пусть доктор придет, поймем. Прошу, господин доктор. Прошу. Сможешь сжать мою руку? Чувствуешь? А здесь? А здесь? Ты помнишь, как ты попала сюда? Нет. Доктор, мы можем поговорить? Прошу. Доктор. Что с девушкой? Что с ней случилось? Она никого из нас не узнала. На самом деле, это ситуация, с которой мы сталкиваемся не очень часто. Включая МРТ головного мозга, все кажется нормальным. Но в случаях такого типа, даже если очень редко, возможно столкнуться с ситуацией временной или постоянной потери памяти. Но память может восстановиться сама по себе. То есть, она ничего не будет помнить? Это, конечно, одна из вероятностей. Не говори этого, доктор. Прошу, вот этого не говори. Ее мать умрет от горя. Это единственный ребенок несчастной женщины. Что будет делать эта несчастная, если ее ребенок останется в таком состоянии? То есть, она ничего не будет помнить, так? Ничего нельзя сделать, кроме как ждать и увидеть. С вашего позволения. Что сказал доктор? Поправится. Мерт. Случилось чудо, Мерт. Какое чудо случилось? Мы избавились от проблемы Чичек, милый. Она своей смертью умерла, что ли? Нет, случилось кое-что получше. Она совсем ничего не помнит. Ты серьезно? Прекрасно. Прекрасно. Нам нужно это отпраздновать, милая. Созвонимся. Раз не осталось вероятности, что ты расстанешься с Юсуфом, и он станет между Адой и Рюзгяром. Теперь пришла твоя очередь, госпожа Налян. Теперь я в тебе не нуждаюсь. Нихаль? Мерт, я тебе кое-что... Говори, говори. Мерт, что-то случилось? Мерт? Мерт, что случилось? Ты в порядке? Мерт, ты в порядке? С кем ты разговаривал по телефону? Твоя мама. С моей мамой что-то случилось? Мерт. Твой отец. Мой отец. Мерт. Субтитры создавал DimaTorzok Я как раз думала о тебе. Спасибо за эти книги. Что? Рюзгер? Рюзгер, ладно, стой, не плачь. Ладно, ладно, успокойся. Хорошо, послушай, я приеду к тебе, ладно? Давай, жди меня. Пойдем со мной, дочка. Куда, дедушка? Пока руки и ноги держат меня. Поднять твою голову. Сделать то, что не смог сделать Юсуф. Посмотрим, я приготовила кое-что, что она любит. Юсуф? Та, что рядом с твоим дедушкой, Ниналян? Куда они так быстро идут? Не знаю ведь. Госпожа Сумру, вы отнесите еду, я пойду посмотрю, ладно? Хорошо, дорогой. Госпожа Сумру, вы отнесите еду. Добрый вечер, сынок. Мы хотели посмотреть кольцо с камнем. Конечно, модели с камнями вот здесь. Прошу, если хотите, я вам помогу. Дедушка, они все красивые. Выбирай, дочка. Какое хочешь, выбирай. Я куплю. Прошу, присядьте, если хотите. Не ждите на ногах. Садись, дочка. Ради Юсуфа жена. Чтобы он женился, создал свою семью. У парня нет ничего на руках. Иначе я даже если умру, никому не отдам то, что осталось на память от тебя, ты знаешь. У него даже нет денег, чтобы купить кольцо своей невесте. Которое перед этим. Хорошо. Еще это, пожалуйста, конечно. Давайте я вот это возьму. Мне вот это очень нравится. Сколько это стоит? Сейчас же посчитаю, госпожа. Прошу. Я беру вот это. Прекрасный выбор. Носите на здоровье. Вот, прошу. Спасибо. Всего доброго. Дедушка, смотри, я вот это выбрала. Разве оно не прекрасно? Очень идет моей невестке. Этим можно будет равноценно расплатиться. Можно, дядя? Нет проблем. Спасибо. Дедушка. Юсуф. Вы что здесь делаете? Раз дедушка Хигмет настоял на том, чтобы уже дать название всему этому делу, я сделал дело, которое тебе уже давно нужно было сделать. То есть я хотел немного облегчить нож на твоих плечах, сынок. Ты хорошо сделал, дедушка. Спасибо. Любимый, смотри. Разве не очень красиво? Я выбрала. Девочка моя. Не плачь уже, госпожа Шукран. Пойдем, пойдем. Послушай, доктор сказал, что возможно поправиться. Ты... Ты разве не знаешь свою дочь? Такая же упертая, сильная девушка Чичек. Слушай, не делай так. Она себя так просто не оставит. У тебя глаза покраснели. Прошу, не плачь больше, госпожа Шукран. Если я плакать не буду, то кто плакать будет, сестра? Знаешь, с какими трудностями довели ее до такого возраста? В каких условиях учились, в Стамбул отправили? Мы тряслись над ней. Берегли от превратности судьбы нашу Чичек. Сейчас наше дитя, наш ребенок нас не узнает. Я теперь как ее отцу скажу? Что скажу? Что наша дочь нас не узнает? Если я плакать не буду, то кто плакать будет, сестра? Ты скажи, кто будет плакать? Ты скажи, кто будет плакать? Госпожа Сумру, вы, если хотите, то есть, ходите в уборную, умойтесь, воздухом подышите. Ты хорошо придумал, Ферат. Давай, давай, госпожа Шукрана, воздухом подышим. Умоемся, не так ли? Давай, пойдем. Чичек. Ты все помнишь? Разве маму не жаль? Ты нас всех уничтожила. Женщина так сильно плачет. Ты никому ничего не говори, ладно? А что? Я тебе расскажу. Позже. Обещай мне никому ничего не рассказывать. Но, Чичек, обещай, Ферат. Хорошо, обещаю. Я никому не скажу. СМЕЩАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Ты в порядке? Сколько же горести есть, которую мы не пережили, Ада? Я не знал. Не знал. Есть только вещей, которые мы не знаем. Я теперь что буду делать, Ада? Как я переживу эту боль? Как забуду? Не забудешь? Привыкнуть не сможешь. Вытерпеть не сможешь. Будешь скучать. Будешь хотеть, чтобы была рядом. Но не получится. Никогда не пройдет? Никогда не пройдет. Ты ведь не захочешь, чтобы прошло. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Дедушка, знаю, совсем не время. Но я не вынес увидеть Чичек в таком состоянии. Мне становится плохо. Можно я домой пойду? А что с состоянием Чичек? Ты не знаешь. Чичек ничего не помнит. Дедушка. Юсуф, послушай, эта девушка с утра на ногах, сынок. Пусть она еще больше не устанет. Давай, возьми ее, отвези домой. А по дороге поговорите о бракосочетании, давайте. Дедушка, я посмотрю, как там Чичек. Потом так отвезу. Юсуф, Чичек никуда не денется. И известно, в каком она состоянии. Ты сначала на Аляну отвези домой. Потом приедешь. Давай. Хорошо, дедушка. Спасибо, дедушка. Теперь благодаря тебе я буду ходить с поднятой головой. КОНЕЦ 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 Исуф, что ты делаешь? Исуф, ты что делаешь? Исуф. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ